Отыскание цели жизни Приветствую вас на нашей вечерней медитации. Для тех, кто смотрит записи, возможно, сейчас утро или полдень. Но в любом случае с уверенностью можно сказать, вы в настоящем моменте времени, где бы вы ни находились. Вот вы сидите в зале. Прежде всего хочу предложить вам убедиться, что вы все еще дышите. Шаг первый. Спросите себя, я все еще дышу? Второй. Сейчас проверим. Да. Когда вы проверяли дыхание, вы изымали свое внимание из думания и помещали его в тело. Конечно, вы дышите. Иначе все давно бы прекратилось. Но по большей части вы делаете это бессознательно. Очень легко выйти из постоянного ментального шума, который мы называем думание, когда каждая возникающая мысль тащит нас в свою сторону. Отойдите назад. Перенесите внимание на что-нибудь другое. По своему желанию, а не потому, что жизнь нанесла он сокрушительный удар. Это совсем иной способ оказаться за пределами схваченности ума. Скажите, окей, я еще дышу? В этот момент внимание покидает думание. Крохотный промежуток. Проверяя, дышу ли я, вы не думаете. Одну-две секунды. А люди открыли этот феномен тысячу лет назад и превратили его в особый род медитации. Медитация сознательного дыхания. Она начинается с простой проверки «я все еще дышу?» Мини-медитация. Вы покидаете ментальный шум и входите в особое состояние сознания. Давайте проверим еще раз. Я дышу? Да. Возможно, вы ощутили некоторый прилив жизненных сил, поскольку обратили свое внимание на тело. Вы почувствовали ток жизненной энергии. Как ее описать? Она не имеет формы, как таковой. И, тем не менее, некоторое время вы осознавали, что живы. Такой прием может стать якорем для удержания себя в состоянии присутствия в настоящем. Ваше внимание пребывает в сейчас. Особое состояние сознания. В Древней Индии его называли четвертым состоянием человека. Первое – сон без сновидений. Второе – видение снов. Третье – вы просыпаетесь и погружаетесь в мысли. Четвертое – состояние присутствия в настоящем. Когда основание поступков человека находится за пределами ума. Иногда такое происходит спонтанно. Неожиданно, безо всякой причины, возникает глубокое чувство покоя и жизненной силы. Хотя никаких особых событий с вами не произошло. Другой вариант – вы заняты какой-либо физической деятельностью, требующей от вас полного внимания. Так что не остается места для размышлений. Например, вы взбираетесь на скалу. Либо начинаете скользить и вот-вот готовы упасть с отвесной стены. Поднявшись на вершину, вы чувствуете особую жизненность в настоящем. Как хорошо жить. Но вот вы спускаетесь с горы, момент опасности прошел, ум принимается за свою работу. Он говорит, надо бы повторить, было так хорошо. Шок тоже может выбить из состояния думания. Чпок. Возникает нечто. Вы не можете понять, что перед вами. Нечто совершенно новое. Например, какое-то животное, когда вы гуляете в лесу. Спустя некоторое время ум приходит в себя. А, это называется так-то и так-то. Я видел его в прошлом году, а моя тетя встречалась с ним двумя годами раньше. Пробужденное пребывание в настоящем. Обостренное восприятие. Человек, думающий, персона с его историей, с его проблемами. Я полагаю, любая человеческая история сплошь проблемы, неприходящие тяготы жизни. Все отходит на второй план. Восприятие превращается в пространство осознавания. Осознание настоящего. В этом состоянии осознавания настоящего ум не может продолжать свою деятельность и становится относительно неважным. Будут приходить мысли, но они будут оригинальными, наполненными созидающей мощью, а не повторяющимися старыми мыслями, которые вы уже продумывали тысячу раз. Поскольку большая часть мыслей, тут нет ничего персонального, так в голове у каждого человека, большая часть мыслей уже продумывалась много-много раз. Это старые мысли. У других это заметить легче, чем у себя. Вспомните, у родственники и тому подобное. Если вы отсутствуете в настоящем, вас заполняет навязчивый ментальный шум. Частью его является история «я», история невзгод и надежд, что где-то там в будущем есть точка, начиная с которой проблем больше не будет, не сознавая при этом, что так называемое будущее не существует, кроме как другая мысль. То, что мы называем будущее, существует как набор мыслей в нашей голове. За ними нет никакой реальности. Если бы существовала такая вещь, как будущее, какой-нибудь великий ученый уже обнаружил бы ее. Ему бы воздвигали памятник. Это тот, кто открыл будущее. Но пока что этого не случилось, и вряд ли когда-либо произойдет, поскольку будущее – продукт концептуализации и только. Когда наступает будущее, которое по своей сути мысль, оно проявляется в пространстве вашего осознавания как настоящее, какую бы форму оно ни принимало в этом пространстве настоящего, коим вы и являетесь. Затем появляется что-то еще. И это что-то есть другая форма настоящего. Никакого будущего. Будущее – это мысль. Так же и прошлое, которого нет вне мыслей, рассказывающих, что случилось со мной. Как я сделал то-то и то-то, как он или она поступили со мной, а я ответил им и так далее. И вообще так ли все было на самом деле? Поскольку вы продолжаете обдумывать, постепенно переинтерпретируя события, а то, что действительно произошло, возможно, таким и не было. А может быть и было. Но тогда тот момент назывался настоящее. Единственное место, где все реально происходит. Чтобы подумать о будущем, вы сначала должны определить точку настоящее. В свете настоящего появляется будущее. Так же не существует и прошлого. Даже если бы была возможность путешествовать во времени, вы неизменно проделывали бы это в настоящем. Вы не можете сказать «О, сейчас я в прошлом». Само по себе это предложение бессмысленно. Сейчас я в прошлом. Я путешествую во времени, и сейчас я в прошлом. Мы не понимаем во всей полноте, да у нас и не возникает потребности понять аналитическим умом, что же это такое, что выглядит как будущее или прошлое. Не делая из этого особую философию, из простого наблюдения вытекает, что единственное, что есть, это настоящее. Это непосредственная очевидность. Время, прошлое и будущее, проявляет себя как мысль. Предположим, вы инспектор полиции и разыскиваете очень опасного преступника по имени Время. Он бродит повсюду и убивает людей. Сначала обещает дать то, что они хотят, затем обманывает их и в конце концов убивает. Каждый надеется на будущее, но все завершается тем, что оно убивает вас. Время убивает всех. Каждый стремится продлить свое время, чтобы самореализоваться, но в итоге время заполучает вас. Инспектор полиции в поисках преступника по имени Время постоянно обнаруживает в лики, говорящие, что он только что был здесь. Вот мертвец или вот гнилое яблоко, и вы продолжаете поиски. Вы глядите на свое фото 20-летней давности и затем смотрите в зеркало в ванной комнате и опять видите косвенные улики. Этот преступник проделывает свое злодеяние и над вами, и он не собирается останавливаться. С каждым годом причиненный ущерб усугубляется, и при этом время, как реальная вещь, не существует. Люди думают, что они имеют дело со временем, пребывают во времени. Но они не во времени, они в настоящем. Правда, иногда они называют его время, непонятно почему. Это ведь сейчас настоящее. И так вы имеете дело ни с прошлым, ни с будущим. Вы не можете вычленить время, как отдельную вещь. Преступник, который никогда не будет пойман, потому что он фантом. Однако все интересное умирает. Кто убивает их, коль скоро времени нет? Но не будем слишком углубляться в это. Мы не можем отрицать, что на поверхности реальности, кажется, существует такая вещь, как время. Мы используем этот термин, чтобы избежать пустоты непонимания. Окей, назовем это временем. И это делает время. Кажется, что оно существует, что вы не можете выскочить из него. Оно тащит вас. Вы разрушаетесь все больше и больше, и в конце концов исчезаете. Таким выглядит положение дел, когда речь идет о мире форм. Формы скоротечны. Сущность думающего ума, когда он думает о прошлом или будущем, сущность процесса мышления, в его обусловленности прошлом. То, о чем вы думаете, сформировано прошлым. Вопрос в том, существует ли другое измерение в вас, во мне, где это в своем существе иллюзия не фигурирует? Есть ли такое измерение в вас, где нет времени? Отсутствие времени не в виде верования, очень удобное верование, но действительно познанное, так сказать, из первых рук. И это выводит меня на вопрос о цели жизни, если вспомнить тему сегодняшней беседы. Да, мне давно было пора перейти к ней. Цель жизни, если такова и существует, раскладывается на первичную и вторичную цели. Первичная цель не связана с категорией времени. В этом вся ее особость. Обычно, когда говорят о цели, думают о будущем. Без идеи будущего невозможно думать о цели. Подразумевается, что цель где-то там, а я здесь. Цель – то, что вы хотите достичь. Достижением определяется успех или неудача. Я предлагаю другой тип цели. Мы назвали ее первичной. Вторичная цель – это то, что реализуется во времени. Но, как водится, достигаем мы ее немного поздновато. Первичную же цель мы не можем осуществить не вовремя. Она не связана со временем. Что взять в качестве примера? Окей, я скажу, в чем заключается ваша первичная цель. Ваша первичная цель состоит в том, чтобы сидеть здесь, на этом стуле, и слушать. А моя первичная цель заключается в том, чтобы сидеть и говорить. Слушать и говорить не очень-то отличаются друг от друга. Потому что, когда я говорю, я слушаю слова, выходящие из моего рта. Оба процесса схожи в своей основе. Ваша первичная цель – сидеть здесь. Универсум тайно задумал привезти вас сюда. Молекулы и атомы, повождавшие по универсуму, на некоторое время скомпоновались вместе. Внешне проявились как человек. Сами атомы и молекулы в свое время образовались в звездах, затем волшебными путями объединились вместе. Целостность бытия поместил вас сюда. Все связано со всем. Все вневременно. Только с ограниченной точки зрения выглядит, будто нечто произошло в прошлом и, наконец, привело вас сюда. Все происходит в безвременном пространстве настоящего. Все, что происходит сейчас, таково потому, что оно в данный момент не может быть другим. Целостность бытия проявляет себя в форме настоящего. И она проявляет себя так, что вот я сижу на этом стуле. И это моя первичная цель. Ум скажет, что в данном рассуждении нет смысла, поскольку раз уж вы здесь, как это может быть вашей целью. Ваша цель – быть здесь целиком. Целиком встроить себя в этот момент и осознать, что где бы вы ни находились, вам надлежит там находиться. И что бы вы ни делали в сейчас, вам надлежит это делать. Сейчас я делаю это. И это предположено настоящим моментом. Я пью воду из стакана. Это моя первичная цель сейчас. Теперь моя цель – поставить стакан обратно на стол. Действие, когда я знаю, что такова моя цель, отличается от того же действия в обычном состоянии, когда параллельно я думаю о чем-то еще. Обычно, когда мы собираемся выпить воды, то беря стакан со стола, мы хотим, чтобы он уже был возле рта. Когда делаем глоток, хотим, чтобы вода уже оказалась в желудке. Когда ставим стакан обратно на стол, мы хотим, чтобы он уже оказался там, хотя тот по-прежнему еще находится в ваших руках. Это крохотный пример того, как люди живут всю жизнь, на самом деле все время желая не того, что они делают, потому что каждое действие для них лишь средство для достижения чего-то другого. Они совсем не выполняют свои первичные цели и в результате выпускают все. На 99% все, что мы делаем, лишь средство для достижения чего-то другого. И где это другое? В будущем. А где будущее? В мыслях. В вашей голове. Такова судьба человека. Судьба человечества, из которой она только начинает выбираться. Такой образ жизни невероятно фрустрирован. Постоянно порождает неудовлетворенность, стресс, беспокойство, страх и множество других неприятностей. Поскольку вы не реализуете свою первичную цель, которая заключается в том, чтобы быть в одном ряду с настоящим, единственно реально существующим. Быть внутренне встроенным в настоящее, вместо того, чтобы сводить все к состоянию, когда находясь в сейчас и делая, что ли вы сейчас, на самом деле вы находитесь не в сейчас. Мысли постоянно уводят вас куда-нибудь еще, и то, что вы делаете, вовсе не есть то, что вы хотите делать, а лишь средство для достижения чего-то еще. В эту судьбу уловлено все человечество. В ловушку ума, в ловушку думаний. Поскольку вы захвачены думанием, вы постоянно живете в следующем мгновении, так как следующее мгновение существует в мыслях. Итак, ваша цель в том, чтобы жить в согласии с тем, что есть, и рассматривать все, что вы делаете, не как средство к чему-то другому, а как вашу насущную первичную цель. Другое дело вторичной цели. Она и является собой средство достижения, и в этом смысле сама по себе нечто не столь существенное. Вот я снова беру стакан. Это моя первичная цель. Стакан перемещается, это прекрасно, это красиво. Следующий момент, когда вода коснется моих губ, не будет лучше, чем есть этот. И это прекрасно. Так чудесно держать стакан воды с поднимающимися пузырьками, чувствовать ее жизненность. Конечно, если подходить с позиции ума, он скажет, это всего лишь стакан воды, что о нем говорить, зачем на него обращать внимание. Если вы вловлены умом, то и сам универсум воспринимается, как мертвая концепция. Вот простой стакан с водой. Ничего чудесного в нем нет. Нет, потому что вы на самом деле не смотрите на него. Не переживаете воду как реальность. Никогда вы плаваете, никогда принимаете душ, никогда пьете. Вы никогда действительно не переживаете воду. Потому что ум, думание, все время вмешивается и создает фантом, концепцию универсума. Большинство людей находится в этой ловушке. Они не воспринимают жизненность универсума вокруг себя. Можно сказать, они не в настоящем. Они не там, где находятся. И они не в том, чем занимаются. Поскольку все для них лишь средство достижения чего-то другого. А это другое, не более чем фантом будущего, которое принципиально не наступает, все время оставаясь будущим. Я описываю нормальное состояние человека. Страдание. Так Будда назвал его. Переполненность болью. Непрекращающиеся страдания, как в завуалированном виде, неудовлетворенность, раздражительность, так и в более острых проявлениях. Итак, первичная цель – быть в настоящем целиком. Тотально быть в том, что вы делаете. Ценность настоящего момента не должна быть сведена до уровня промежуточного действия для достижения чего-то следующего. И это и есть первичная цель. Фундаментальная основа вашей жизни. Часто вы будете забывать свою первичную цель. Но вы уже хотя бы знаете о ней. Хотя, в общем-то, я не сказал ничего нового. Вы слушаете и соглашаетесь. О, да, это так очевидно. Вас не нужно убеждать. Конечно же, вы знаете об этом. Тогда почему же я так не живу? Вопрос, который не принято задавать. Неприжимная практика пребывания в настоящем. Много раз, возможно, вы будете терять настоящее, терять видение своей первичной цели и возвращаться назад к различным дисфункциям, которые обычно называют нормальным поведением, нормальным образом жизни. ТВ-фильмы, DVD-видео. Все они рассказывают о нормальной дисфункции. Они основаны на ней. Конечно, периодически, так приятно порой это видеть, в них проскальзывают проблески душевного здоровья, опять переходящего в нездоровье нормального существования. Первичной цели нет дела до того, например, сколько вам лет. Вторичные же цели предназначены для того, чтобы означивать, что вы делаете, как так называемая индивидуальность. Для первичной цели неважно. Вам 95 лет. Осталось ли вам жить день или год? Первичная цель всегда в деле, даже если осталось жить минуту или секунду. Вы всегда можете реализовать свою первичную цель. входить в настоящее. Настоящее – это возникновение нового, лучше сказать безвременного. Оно рождается в вас, безвременное пространство сознания. Я могу пояснить это только с помощью указателей. Что здесь настоящее? Полагаю, проверяя, дышите вы или нет, вы на миг осознавали – я в настоящем. Во время моего говорения два измерения имеют место – слова и настоящее. Настоящее неуловимо ни для слов, ни для думания. Оно бесформно. Вы не можете сказать «А, вот оно». Никогда не получится сделать настоящее объектом мышления, поскольку настоящее – вечный субъект. Настоящее есть вечное – я есть. Настоящее. В Евангелии Христос называет его «Царствие Небесное». Он также говорит, что Царствие Небесное не может быть выражено знаками для восприятия. Нельзя объявить «вот оно». Любые слова будут неадекватными. На него можно только указать. Царствие Небесное – это сознание само в себе, до того, как оно обретает форму. Мысли, эмоции, ощущения. Оно безмолвие, находящееся за мышлением. Оно всегда там, поскольку оно безвременно. Задуманья всегда в фоне обширного пространства сознания. Когда ум на короткое время отходит в сторону, вы воспринимаете сознание как пространство между мыслями, в котором вы все воспринимаете, но не думаете. В этом пространстве вы смотрите на стакан воды и видите его, не называя. Вы чувствуете жизненность в нем, поскольку чувствуете свою собственную жизненность. Ваша жизненность и жизненность стакана воды – одна и та же жизненность. Исчезло чувство разделенности, неизбежный атрибут уловленности и в постоянное навешивание ярлыков. Вот стакан воды, а вот я. Меня зовут так-то. Моя биография и такая-то. Вы смотрите на цветок. Вы никак его не называете. Нет нужды называть его никак, чтобы подлинно воспринимать. Требуется лишь тишина ума, смотрение сквозь тишину, а не через ментальный шум. Тишина не персона, за которую вы себя принимаете и которая смотрит на цветок. Неожиданно вы понимаете, что и цветок, и вас пронизывает одна и та же тишина. Так происходит познание. Все, на что вы смотрите, пронизано тем же не имеющим формы ничем. Ум не понимает. Ни один ученый не может обнаружить его. Он даже не начинает поиск. Таков новый способ бытийствовать в мире. Вы больше не базирующееся на времени существо. Не так называемая персона, поддерживающая свое существование за счет мысли, порождающей активности ума. Я не должен переставать думать. Я не буду знать, кто я есть, если перестану рассказывать себе историю про себя. Я рассказываю ее и другим, чтобы получать подпитку, подтверждение, что история про меня реальность. Если я остановлю внутренний разговор, исчезнет моя идентификация. И кто я тогда? Нет, продолжай говорить. Что ты думаешь о том, что сейчас перед тобой? Я думаю, что с одной стороны это, но с другой стороны. Или, на прошлой неделе я читал книгу, в которой утверждается совсем противоположное тому, о чем вы говорите. Или, он сказал, что времени не существует, а я не согласен. Или так, какая дрянь вся эта Америка. Все помечается своим ярлыком в тот же самый момент, как появляется. Маленький ум все комментирует, немедленно выносит предварительное суждение обо всем, что встречается на пути. Все, что мы говорим, так или иначе, связано с нашей историей. Как этот человек согласуется или не согласуется с ней? Или как он может сделать мою историю более интересной? Или не угрожает ли он ее существованию? Про последних мы говорим, он мне не нравится. В таких условиях вы, конечно, не встречаетесь с другим человеком. Вы встречаетесь со своими мыслительными конструкциями. А думаете, что встречаете другого. В таком состоянии многие выходят замуж или женятся. Но они еще не встретились на самом деле. Очень скоро наступает разочарование, поскольку обнаруживается, что другой совсем не вписывается в вашу историю о нем, в то, каким вы думали он есть. И вместо того, чтобы обогатить ваше представление о вас самих, начинает угрожать разрушением этого образа. Наступает время искать адвоката по разводам. Ну ладно, здесь вышла ошибочка. Поищем кого-нибудь другого. Предлагается иной образ жизни. Маленький человечек в голове не должен рулить вашей жизнью. Сам по себе он безобиден до тех пор, пока не начинает управлять вашей жизнью, поскольку он превращает ее в месиво. Его намерения без сомнения хорошие, но, как гласит поговорка, хорошими намерениями устла на дорогу в ад. Его говорит, а что, мне нужно было защитить себя. Замечательное намерение. Оно всегда порождает разруху. Не только в жизни отдельного человека. Коллективное его создает еще большее опустошение. Достаточно почитать истории. На днях я купил книгу, она мне показалась интересной, написана одним гарвардским профессором. Очень хорошо написана. И бросилась в глаза, что это не столько книга о политических концепциях и их противостоянии, сколько рассказ о невероятном человеческом страдании на протяжении всего XX века. Она называлась «Война мира». Невероятные страдания. Я уже много раз говорил о безумии мира, но я не предполагал, что степень безумия такова. Нет слов. И все это породило дисфункции ума. В личной жизни она может выглядеть относительно безвредной, но это она порождает неудовлетворенность, конфликты, дискомфорт. А приятные эмоции от влюбленности в кого-нибудь, так скоротечны. Если не произойдет сдвиг в человеческом сознании и безумие будет продолжаться, через сотню лет планета вряд ли выживет. Но коллективных изменений не произойдет, если не будет перемен в каждом индивидууме. Коллектив состоит из индивидуумов. Вот почему мы здесь. мы смотрим, наблюдаем за безумием, как оно функционирует. И таков первый шаг к освобождению. Ибо кто такой в вас, который способен видеть истину происходящего? Кто или что в вас распознает безумие как безумие, сумасшествие как сумасшествие? Кто или что в вас смотрит и видит ваш ум, продолжающий болтать свой монолог, как он большую часть времени недоволен, поскольку негативные мысли значительно превалируют над позитивными. Можно воскликнуть, какой чудесный цветок, но вы недолго думаете о его красоте. Тут же приходят негативные мысли и часами занимают ваш ум. Мысли о цветке мимолетные, эфемерны. Куда важнее вдумать, что он или она сказали вам вчера, и что вы собираетесь ответить им завтра. Осознанность Состояние, из которого вы можете наблюдать за деятельностью ума. Переход от существа, укорененного в мыслях, к укорененному в сознании. Хотел было сказать существу, но это нечто большее. Вы осознаете, кто вы есть. Здесь мысли бесполезны. Оно обширнее и глубже. Вы касаетесь его в промежутках между мыслями. И никогда не сможете определить его посредством мысли. Поэтому в некоторых практиках медитации используется вопрос «Кто я есть?» Микромантра небольшой указатель «Кто я есть?» используется не как мысль, а как слова-указатели. это действительно работает, если вы достаточно пробуждены вниманием и при этом не пытаетесь сами дать ответ на вопрос. Какой бы ответ вы не нашли после вопрошения «Кто я?» после того, как вопрос задан? «Кто я?» «Я не знаю?» Невозможно ухватить ответ. Здесь квинтэнсенция идентификации. Каждый чувствует в главине себя что-то бесценное. Я есть нечто бесценное. Именно это чувство самоценности люди не хотят утрачивать. Даже те, чья жизнь относительно неприятна, тоже не хотят утрачивать чувство «я». Это чувство обычно смешивается с историей в голове «я есть то-то и то-то». То, чем мы занимаемся здесь, это попытка воспринять бытие, чувство «я», само сознание вне идентификации с мыслительной формы. Сознание было сновидением форм. Нормальное состояние человека подобно пребыванию в сновидении. Вы обнаруживаете в себе проблеск, что означает вы в настоящем. У многих более чем проблеск. Затем вы опять скатываетесь в думании. Но оно уже качественно иное. Вы видите в себе самом два измерения. Многие шатаются вперед-назад. Только что вы были в настоящем, затем что-то происходит вовне, и вы снова в своих мыслях. Что-то происходит, и вы замечаете, что опять вернуты в страдании. «Ой, я забыл первичную цель своей жизни, которой есть быть сейчас». спустя некоторое время, после того, как вы снова вернулись в настоящее, вы вздыхаете. «Слава Богу, я думал, что у меня куча проблем, а в действительности их нет». И это удивительное понимание. Сейчас нет проблем. Но старая машина в голове принимается за свою работу. Что значит нет проблем? Было бы лучше подумать о проблемах. ты не решишь своих проблем просто сиди здесь. Удивительное понимание, что настоящее это единственное реально существующее и что в нем нет проблем. Пребывая в настоящем, вы покидаете мир проблем. Вызовы жизни по-прежнему возникают, но они приходят из пространства настоящего. Проблемы нет. Так как вы тут же предпринимаете соответствующие действия. Вызов, ситуация, вы смотрите, вы здесь, вы не захвачены мыслями, вы тут же реагируете на вызов, на так называемую проблему. Ситуация может прийти в образе человека, трудного человека, мир полнится ими. Нечто происходит. Клик, так не должно быть, говорит ум. Но так есть. И вы смотрите на то, что есть. Вы применяете это состояние сознания к происходящему. Простое непосредственное внимание к ситуации или человеку. Он может подойти и начать выступать. Никогда не забуду, как 10 лет назад вы мне сделали то-то и то-то. А три года назад вы сказали то-то и то-то. И с тех пор я ни о чем другом не могу думать. А вы просто смотрите. Я имею в виду расширенное понимание слова «смотрите» не только глазами. Речь идет о внимании, о пространстве восприятия. Вы предоставляете ситуации или этому человеку пространство сознания. Оно не агрессивно, хотя активно встречает ситуацию. Вы смотрите. Пространство смотрит. Пробужденное настоящее. Затем вы замечаете, что все, что нужно делать, начинает само входить в происходящее как гармоничное органичное действие. Неавтоматическая силовая реакция. Силовая реакция – это поведение того человека, который подошел к вам и стал кричать, а ты помнишь, что ты сделал мне когда-то. Такое считается нормой. Но на ее место приходит не от реагирования. Конечно, если другой человек очень захочет задеть вам, вам придется как-то отвечать. Никто не может предсказать, что проступит из настоящего. Нет никаких правил. Нельзя сказать, что правильно, когда к вам приближается раздраженный человек. Бежать или позволить себя ударить. Нет четкого правил. Спонтанные действия возникают из настоящего, его разумность входит в ситуацию. И она более могущественна, чем разумность думания. Вы встречаете вызов или другого человека в этом состоянии настоящего, того же самого, в котором вы смотрели на цветок. С цветком проще, он не представляет собой вызов. Виртуальным образом он приглашает быть в настоящем. Цветок как бы говорит, «Пожалуйста, я здесь, посмотри на меня». При осознанном восприятии цветок в пределе неотделим от того, кто вы есть. Цветок узнает о себе посредством вашего восприятия. Цветок невинен, он даже не знает о своей красоте. Но единое сознание, из которого вышел и этот цветок, и ваше тело, в этом едином сознании цветок неожиданно узнает о своей красоте. Это происходит, когда вы погружаетесь в природу в состоянии присутствия в настоящем и не навешиваете ярлыков на то, что вы воспринимаете. Вы осознаете нечто таинственное. Цветок это тайна, дерево, трава. Но вы не говорите себе, что это тайна, хотя спорадические мысли и могут возникать. Вы непосредственно переживаете приобщенность к тайне леса, пустыне, неба. Назове цивилизации человечество имело связь с таинством универсума. Затем стало развиваться мышление с его концептуализациями, и все вокруг начало становиться все более и более мертвым. Жизненность, таинственность окружающего, включая вас самих, утрачивалась. Если и не терялась совсем, то покрывалась наслоениями. Ее больше не видно. Мы подошли к этому состоянию как вид. Мы населяем живой мир, но плотная вуаль ума отгораживает вас от универсума. И сейчас она в вас растворяется. Освобождение. Возникает новое сознание. Оно набирает сил. Внешне оно не производит впечатления. Оно шествует без труб и барабанов. Очень тихо. В этом безмолвии невероятная сила. Сила самой жизни, разумности самого бытия. Эта мощь ничем не обусловленная разумность. Скорее пространство, чем форма. Внутренняя тишина между мыслями. не имеющие формы измерения. Само сознание. Вы начинаете жить отсюда вместо привычного из мира форм. Вы по-прежнему обладаете формой, о которой периодически приходится думать. Это нормально. Но мышление наполняется энергией. Ум замечательный инструмент, когда мысли перестают быть навязчивым ментальным шумом. Бесполезным, тяжелым, обременительным. Чем дольше вы имеете дело с пространством, с пробужденной тишиной, тем процесс привычного обусловленного мышления все больше истаивает подобное сживанию кармы. Карма бытия тотально обусловленное бессознательное существование. Вы наследуете ее, вы ложно принимаете ее за то, кто вы есть. Она заставляет вас воспроизводить себя снова и снова, заставляет думать снова и снова. Этот процесс подходит к концу. Ум может остаться как полезный инструмент в практической сфере, как слуга творческого созидания, которое не обусловлено. Ум передает ему ту или иную форму. Это замечательно. Рождаются оригинальные мысли или новые вещи входят в мир, но не через борьбу, не через стресс, не через негативность. После десяти лет борьбы, стресса и негативности вы наконец миллионер. Вы сделали это. Но по-прежнему ваша жизнь также бессмысленна. Вы были несчастны предыдущие десять лет, и вы продолжаете быть несчастны теперь. Достижение статуса миллионера многих людей делает несчастными. И это называется успех. Теперь я знаю, кто я есть. Нет, не таким путем приходит это знание. И не таким, когда следует за непрекращающейся нуждой эго, который все время чувствует себя несостоявшимся, ему всегда чего-то недостает. Пожалуй, для полноты самоощущения мне нужен дом побольше. Посредством большого дома я сама реализуюсь, я смогу идентифицировать себя с ним. Эго, конечно, ничего подобного не артикулирует. После многолетней напряженной борьбы и стресса, после искусственных маневров, вы, наконец, получаете дом побольше и какое-то время чувствуете «Да, я знаю, кто я есть». «Но спустя спустя несколько недель или месяцев, сидя в большом доме, вы снова начинаете задумываться. Чего-то не хватает, какая-то пустота, одного дома мало, мне нужно… Окей, поищу-ка я себе жену, для показа гостям, да и так, по хозяйству». Постоянное достигание чего-нибудь. «Мне не нужно это, мне нужно то». Вы живете в этой поверхностной реальности. Вам нравится мир форм, то, что есть. Да, при условии, что вы не ожидаете от мира форм ничего такого, что он не может дать. Можно получать удовольствие от вещей и, не исходя из постоянной нужды эго, которая постоянно твердит, «Мне нужно то, чтобы быть счастливым, но мир форм не может сделать вас счастливым. Мне нужно то, но я никак не получаю чувства самореализации и успеха». Так люди выражают свое желание быть собой. На самом деле они безотчетно хотят чувства жизненности, хотят быть собой посредством того или другого, но не понимая, что ничто не может дать этого вам, поскольку вы уже это имеете. Более того, вы не только это имеете, но вы являетесь этим, являетесь тем, что ищете. Но вы не знаете этого, поскольку вы все время ищете что-то другое. Узнать этого можете в настоящем, встраивая себя в настоящее и в его сил. Она здесь, внутри вас. пространство пустоты, не имеющие формы сознания, безмолвие, тишина, не суть важна название. Это мощь и это есть я, очищенное от всех то или другое. Чистое переживание себя, как бытие, как сама жизнь. Я есть сама жизнь, а не у меня есть жизнь. Люди считают, что имеют жизнь. Иногда они говорят «нет у меня жизни», но подразумевают при этом что-то другое. Есть два способа сказать «у меня нет жизни». Первый заблуждение. Говоря «у меня нет жизни», на самом деле вы подразумеваете, что вас не устраивает история вашей жизни. Неважно чем я занят, я не могу получить удовлетворение. Другое значение у меня нет жизни, когда вы осознаете, что вы жизнь не двое, а одно. Нет никакого «я» и жизнь. Вы не можете потерять вашу жизнь. Это невозможно, поскольку подразумевало бы, что есть «я» и жизнь. Я потеряю ее, и что останется? Я. Таким образом, у меня нет жизни означает, что в жизни я не двое. Я есть жизнь, единая жизнь. Я временное проявление единой жизни в этой форме. Цветок тоже временное проявление единой жизни, единого сознания, единого духа. Я нечасто использую последнее определение, поскольку у него сложная история. Единая жизнь, временно являющая себя в этих формах. Единое «я», единое, из которого все появляется и куда затем все возвращается. Единое «я», которое сидит сейчас в зале и там, и там, внешне имеющая различную форму. Конечно, у меня нет жизни, ибо «я» есть жизнь, «я» есть универсум, испытывающий себя временной как формы, как истории жизни, как миг в бытии универсума. Каждая индивидуальная жизнь – крохотный миг, в который умещается вся индивидуальная история. С позиции универсума все, что так беспокоит нас, не более чем миг. Секундный кадр, вспышка, миллиарды вспышек тут и там. Универсум познает самого себя в формах. Он хочет этого. Он хочет пережить себя в миллиардах форм. Один великий эксперимент. И вы одна из клеточек этой тотальности. Он хочет познать себя не только как внешние движения, но также кто или что он есть за границами форм. Вот внешние движения. сознание становится тем, тем и тем в миллиардах других форм. Сознание хочет потерять себя в миллиардах форм, страдать и узнать себя как сущность безвременная, не имеющая формы, как неограниченный ничем покой. Вот почему мы здесь. Мы собрались не ради внешних движений форм, поскольку они уже длятся миллионы и миллионы лет. Универсуму нравится это, он в сновидении форм. Сознание в сновидении форм. И неожиданно появляются формы, которые сидят здесь и слушают слова, и это сновидение форм. Вы уже не форма, вы думаете, что вы форма. Вы идентифицируете себя с мыслями, с недолговечным телом, с историей своей жизни, со своим «я», все так скоротечно. Интересно, кто я? Не это и не это. Кто я есть, не может быть определено как форма, как слово. Но вы можете узнать это непосредственно. Вы можете познать себя, как вневременный вечный субъект всех опытов и переживаний, не затрагиваемой никакими событиями. Вечный «я» есть, который пребывает за всеми своими манифестациями. вы смотрите на эти манифестации и распознаете себя, едины. В каждой проявленности вы распознаете сущность того, кто вы есть. Цветок. Вы любите его, поскольку вы любите самого себя. Вы распознаете в нем себя, и признание в другом себя есть любовь. Единый «я». Другой человек, его сущность, не его история, не то, что говорит о нем ум. Вы распознаете в нем бытие, не через слова, а через безмолвие, через тишину. В этот момент вы узнаете себя в другом. Исчезает чувство разделенности, которое возникает в результате излишней деятельности ума. И это любовь. Таким образом, любовь есть распознавание единства. Узнавание себя. Происходит трансформация сна. На какое-то время он становится очень приятным, поскольку внутри сна форм, который продолжается в виде происходящего с нашим телом. Внутри сновидения рождается что-то другое и начинает сиять. Вы познаете нечто, лежащее в глубине всех форм. Я есть. мир форм утрачивает свою плотность, свою тяжесть. Вы переживаете мир или вашу жизнь совсем по-другому, так называемую вашу, поскольку она не ваша. Внутри свет в обоих значениях, отсутствие тяжести и как свет сознания, сияющий сквозь мир форм. Вы познаете его. Происходит трансформация мира, поскольку ваше сознание меняется. Происходит познание. Это отражается на окружающем универсуме, потому что действительно все едино, все есть универсум, который вы привыкли отражать доминирующим состоянием сознания. Когда вы пробуждаетесь к тому, кто вы есть, за пределами форм, универсум, в котором вы продолжаете двигаться, как форма сновидения, отражает ваше познание, что означает, он перестает угрожать вам уничтожением. Пока вы не знали себя и тотально идентифицировали себя с формой, физической или психологической, все другие формы по преимуществу несли угрозу вашему существованию. Такова история человечества, непрерывная борьба с другими, поскольку любое другое – угроза, индивидуальная или коллективная. Возникает разделение на мы и они, концепция чуждого другого. Другой человек настолько другой, настолько чужой, что любое насилие допустимо над ним, поскольку вы не чувствуете в нем живого человека, вы концептуализируете его своим умом. Своей ментальной концептуализацией вы умертвляете его, лишаете жизненности, так же, как и себя, лишаете жизненности той же самой концептуализации. Так продолжается и продолжается, пока вы не замечаете, что мир трансформируется, становится более и более гармоничным. Вы перестаете ожидать от мира то, что он вам не может дать. Наступает покой, который есть узнавание сущности счастья. Я не очень люблю слово счастье, оно очень поверхностное, речь идет о вещах более глубоких. Вы перестаете требовать, чтобы люди или ситуации делали вас счастливыми. Уходит страх, что они сделают вас несчастными. Уходит страх и ожидания. Это хорошо. Вы напрямую начинаете переживать мир форм и наслаждаться им, включая других людей тоже, поскольку во взаимодействии с другими встречаете самого себя. Удивительно. Внешне они выглядят другими, другой формой. Я проявляюсь в таком разнообразии форм. Как красиво! Иногда я люблю посидеть в кафе за чашечкой кофе и просто наблюдать за людьми. Они входят, делают заказ, садятся вокруг. Смотрю и вижу самого себя. Внешне так много форм. Я не думаю о них. В конечном итоге все суждения иллюзорны. Мы составляем мнение о формах, а не о бытии за ними. Другие люди такие же пространства сознания, как и я. И я как бы смотрю на самого себя. Вот они пьют кофе или что-то другое. Прекрасно. Любое проявление бытия, неважно как оно выглядит снаружи, прекрасно, когда вы соприкасаетесь с красотой бытия, жизненностью бытия, внутри самого себя. Вы смотрите сквозь форму и чувствуете красоту и жизненность в так называемом другом, который никакой не другой. Ваша жизнь безмерно улучшается, поскольку вы не создаете сумасшедший мир конфликтов с другими, ибо нет никакого другого. Другие начинают любить вас, поскольку посредством вас начинают познавать самих себя. Чей-то ум может вмешаться и сказать «О, вы особый, вы исключительный». Ум может захотеть присоединить вас к себе. «Я хочу выйти замуж за вас». Но это ум. Люди начинают тянуться к вам, они чувствуют вас в признании их сущности, то прекрасное, что вы можете дать другому, который не другой. Встречая вас, они чувствуют, что их не судят. Они это чувствуют. Если только их ум не настолько плотен, что они уже не чувствуют больше ничего. Такое возможно, ну что ж. люди любят общаться с малыми детьми, которые вот-вот начали говорить, поскольку те воспринимают их безо всякого суждения. Конечно, ребенок еще не достиг уровня мышления, и мы не собираемся возвращаться назад к стадии ребенка. Мы переходим за порог думания. Ребенок все еще в состоянии отсутствия суждений. Он смотрит на вас, и вы неожиданно чувствуете нечто приятное внутри себя. Каждый может проделать этот эксперимент. Посмотрите на ребенка и заметите свет в его глазах. Вы понимаете, что ребенок не судит вас. То же самое с собакой. Подбегая собака, машет хвостом. Как прекрасно. Никакого мнения о вас. Тут же вы начинаете ее любить за то, что она не осуждает вас. Невинное признание вас, поскольку собака переполнена любовью. Вы только посмотрели на нее, она уже виляет хвостом. Радость жизни невероятна. Человеческие существа, леток 20 тысяч тому назад, до перехода в стадию мышления, также радовались бытию, каждой минуте, что они живы. Поэтому так раскрепощает общение с животными. Конечно, мы не собираемся идти назад. Уровень собаки хорош для собаки, но не для нас. Мы идем за, поднимаемся над думанием. И это и есть пребывать в настоящем. Внешне существует некое сходство между тем, когда мы еще не достигли стадии думания и когда мы перешагнули через нее. Те, кто еще не дошел до этой стадии, более связаны с единым и поддерживаем им, чем человек думающий. В мифологии есть знаменитый персонаж – дурак. Он, полагаясь на универсум, легко справляется с задачками, которым человек разумный даже не знает, как подступиться. Универсум как бы использует простака для разрешения важных задач, поскольку того есть связь с тотальностью. Универсум помогает, поддерживает его. У героя сказки нет эго, нет притязания. Я сделал это, я достиг. Дурак еще не вышел на уровень эго. Обычный человек, полный эго, полный умом, полный я и тому подобного, блокирован от сознания универсума. Ему трудно использовать его. И вот мы переходим за рубеж мысли, мы снова чувствуем связь с универсумом, и он снова поддерживает вас. Это становится вашим жизненным опытом. Жизнь больше не против, а за вас. Мысли появляются, но вы не знаете, зачем они вам теперь. Вот что удивительно. Мысль отражает движение, но вы теперь непосредственно следуете за движением. Я уже собирался отойти от дела в прошлом году. Во всяком случае, я не намереваюсь учительствовать слишком долго. И вдруг универсум пришел ко мне в виде телефонного звонка. Алло, это Опра. Опра Уинфри, знаменитая в США телеведущая. В начале двухтысячных ею были организованы многочисленные телерадиоинтервью с участием Экфорта Толли. Я сказал себе, окей, видимо, еще не настало время для пенсии. Мы с озумлением наблюдаем за происходящим. Что происходит? Это сделал я? Конечно, не я. Я был открыт для происходящего. Так же, как и вы, открыты сейчас для сознания. Оно проходит через вас. Вот что хочет от вас жизнь, от которой вы неотделимы, и лишь условности языка разделяют вас и жизнь. Жизнь хочет проявления сознания в этом мире. Свет. В Новом Завете Христос говорит, «Вы есть свет мира. Вы есть сознание, освещающее мир. Никакого «я» как такового». Это свобода, это пробуждение. Это конец страданию и безумию. Это свершается прямо здесь, посредством этих форм вас. Существует ли что-либо большее, за что следует благодарить? Спасибо. Спасибо. Существует субтитры подогнал «Симон»